привет всем ребят наконец-то вышел новый эпизод the council третий по счету и сейчас я начну его проходить вместе с вами могу лишь сказать что сара переменилась можете предположить зачем ваша мать скрывается уже которую неделю оставьте меня в покое я на все согласился даже на эти вы понимаете что вашей матери придется за все ответить надеюсь ваши поиски внучаются успехом и сара скоро вернется к нам я ухожу даже знать не хочу что вы тут задумали с тех самых пор мы слились воедино моя сестра перестала быть эммой эмили хилсбру женщина с двумя лицами вы без нужды накаляете обстановку не забывайте где вы находитесь да если вы помните ребята мы остановились в прошлый раз на загадочки в саду с помощью которой мы спустились какой-то подвал мы ли пол подвал какой-то там свет сверху все-таки проникал прошлись чуть-чуть вперед по нему и обнаружили труп и как только мы над этим трупом нагнулись сзади в заставочки мы увидели какие-то подозрительные ноги крадущиеся к нам и по моему получить даже по башке и вот это точно не помню но помочь от такое было так доступный манускрипт еще один какой-то доступен но эти целиком не собраны поэтому поэтому похоже что все записываю сегодня уже второе видео подряд ребят я просто тружусь ударными темпами да да вход в склеп the council эпизод 3 надеюсь третий эпизод не подкачает луи луи совещание начнется с минуты на минуту сейчас не время для господи что произошло я точно не знаю мистер вашингтон я искал мать и наткнулся на тело боже неужели это сделала сара мистер вашингтон лучше не вмешивайтесь идите я обо всем позабочусь вас здесь не было и вы ничего не видели вы правы так будет лучше если это сделала сара то она явно разворошила какое-то осиное гнездо так что желаю вам удачи друг мой проклятие собрание начинается время истекает разберитесь здесь и приходите в зал собранников можно скорее вас все будут ждать мистер вашингтон у меня много дел и приехал я не за этим вместо вашей матери нужно кому-то занять вы должны на время заменить ее мы с ней должны были поддерживать мортимера не знаю что он хочет предложить но от этого зависит будущее наших стран мортимеру важно донести свой план до всех поэтому совещание начнется без вас если не хотите чтобы вас искала еще больше слуг советую привести себя в порядок и скорее присоединиться к нам вы окажете большую услугу самому себе и саре если придете на собрание и поддержите мортимера я честно говоря не хочу давать обещаний потому что во первых наша матушка ничего не говорила про свои дела с мортимером и как бы ну конечно вашингтон хороший человек но он тоже же политик я бы рад помочь но по правде говоря мне ничего не известно о вашем собрании я не могу обещать что кого-то поддержу лучше подожду обсуждение и решу после него о ясно как пожелаете вы все поймете когда послушаете учитывая обстоятельства вы только выиграете если встанете на сторону мортимера я пошел задерживайтесь скажите что я уже иду как быстро вашингтон согласился на наше предложение не вмешиваться в это дело и не задумываться о том что мы здесь обнаружили типа закрыт на это глаза но не знаю насколько он на самом деле закроет это глаза мне кажется он запомнил все это и нам это еще аукнется такой холодок прям пробежал его голосе после того как я ответил что я не могу давать обещаний неизвестно о чем не известно каких условиях но поскольку мы находимся на острове с которого сбежать невозможно этот остров принадлежит господину мортимеру да то как бы тут не поддерживать мортимера достаточно проблематично так скажем пахнут плохо наверное давно тут лежат кто-то же костер пепел до сих пор теплый если огонь разводили вы матушка с одной рукой это явно было непросто она только что была тут я бы застал если бы не застрял в кабинете мортимера так мы идем непрерывно по ее следам но никак не можем догнать бланкет стал одеяло вряд ли получилось бы согреться под таким рванем подберем полезную бутылочку дверь я пока открывать не буду давайте осмотрим тело разговор с вашингтоном этот осмотр прервал он мертв что ему нужно было ух ты я три очка действия потрачу на это да сейчас погодите это же не на время все происходит сейчас так снимает все 30 вот и постанавливает два очка действия выпьем весь мед или какой там волшебный эликсир дает нам такую возможность и воспользуемся если сейчас будет заседание еще сразу после этого ох ребят там же будут какие-то диалоги опять все эти политические интриги на которые нужно будет расходовать все очки действия да и шкалу надо иметь полную конечно судя по всему его чем-то ударили по затылку он потерял много крови слушайте для этого нужно было обладать особыми знаниями посмотрим кто скрывается под этими масками его лицо мне незнакомо я даже разочарован я ожидал большего от мортимера ключ с оккультным символом воздух а почему по-прежнему остается пункт снять маску интересно нет то же самое действие мы видим ладненько матушка если его убили вы то все еще хуже чем я думал так зачем матушке было его убивать странно возможно этот слуга напал на ее след или может быть убила не матушка его а кто-то еще может быть нашу матушку вообще хотят обвинить во всех смертных грехах на этом острове ворота заперты возможно нам туда сейчас не нужно мы попадем туда чуть позже это вход вход в склеп ух ничего себе он какой огромный однако ну ладно последуем совету вашингтона наверное нужно выходить отсюда раз ключа у меня нет по дороге его вроде здесь нигде не валяется же нет погодите не могу просто так уйти отсюда меня терзают смутные сомнения эта игра отличается тем что если вы сразу чего-то не найдете и не сделаете то потом вы этого уже никогда не сделаете не добьетесь это вот в ней несколько разочаровывает но я понимаю что это отчасти сделано для реиграбельности чтобы было интереснее перепроходить игру непонятно почему остается остаются вот эти точки активными пепел я уже осматривал странно ну ладно вроде все вроде все да друзья ближайшие дни тогда на канале будет действительно the council посмотрим не подкачает ли нас третий эпизод потому что второй конечно был явно послабее первого а heavy rain который я в качестве сюрприза начал я пока наверное поставлю на hold на паузу но я про него помню у меня даже записана вторая часть прохождения новое видео лежит в запасе я тогда его наверное может быть в субботу выложу я так обычно на выходных делаю паузу видео не выкладываю поскольку лето я отдыхаю вы отдыхаете все на дачах на природе не до просмотра ютуба но я думаю что в данном случае можно сделать исключение тем более большинство в играли видели эту игру и сильно нового я думаю не увидят хотя я и хочу попробовать какие-то нестандартные моменты в хэви рейн которые при первом прохождении не замечаешь но ну посмотрим просто я не хочу ничего обещать заранее не знаю как у меня удастся получится это реализовать важно же еще не запороть куту е нигде ну ладно идем видимо видимо сейчас автоматом начнется заседание хотя я не понимаю почему я могу до сих пор спокойно свободно бродить по дому и так же спокойно могу присаживаться на диванчик и наслаждаться коллекцией живописных шедевров лорда мортимера такс сейчас дайте-ка я открою инвентарь журнал у нас где-то наши задания показываются или нет навыки карта предметы так она тап карта на тап карта в окей сейчас секундочку друзья простите я гляну в управление на всякий случай ясно понятно ничего полезного тогда я предлагаю кармелитской воды полный набор ладно раз уж мы здесь бродим давайте поищем еще какие-нибудь полезные флакончики на столах но мало ли ясно со взлом у меня все плохо да какой же детектив какой же сыщик без взлома без этого полезного навыка даже шерлок холм сумел пользоваться отмычками причем на достаточно высоком уровне какой-то хлам бесполезный я собираю друзья в надежде найти что-нибудь полезное песнь о Роланде о Роланде почуял граф что смерть его близка что мозг ушами начал что-то там у него мозг вытеку емое так понятно веселые стишки веселые стишки про вытекающие мозги что может быть веселее самое оптимистичное начало игры так месье Дерешей вы последний кто еще не прибыл на собрание пожалуйста присоединитесь к гостям я помню помню дружище ща я тут свои акульские дела закончу и присоединюсь обязательно к этой шайке заседаторов и чего и значит в этой шкатулке был мед один флакончик и кармелитская вода и все и ради этого нам нужно было искать вот эти какие-то алхимические ключи земли и всего остального да ну что-то как-то прям неприкольно что-то прям как-то плохо все да мед мне пригодится жаль что только два флакончика всего лишь давайте-ка я заранее восстановлю все очки действия сниму все отрицательные эффекты и я думаю что за этими дверьми нас ждет заседание и я чертовски прав рыцари круглого стола ну посмотрим как вершит свои дела тайное мировое правительство а я думал что сейчас автоматически начнется заставка хм интересно то есть нам дают тут возможность с кем-то побеседовать перед началом я не знаю что ты забыл в этом саду но мортимер давно тебя ждет советую не тянуть резину похоже вы его побаиваетесь такое чувство будто вы хотите о чем-то сказать но не можете что у вас произошло ничего совершенно ничего я доверял ему добросовестно выполнял его поручения поддерживал его решения и затеи а потом все вдруг пошло под откос я попался на крючок дэрише вот так просыпаешься однажды неизвестно где и вспоминаешь все что сделал для человека ради которого и пальцем шевелить не стоило для того кто тебя презирает для того кто использует тебя и бросит когда наиграется мне уже не спастись а у тебя еще есть шанс не слушай его парень спасибо за такой совет я в общем то действительно с опаской относился к мортимеру и ко всем его решениям не зря я вашингтону ничего заранее не обещал так с кем еще стоит поболтать с этими чуваками мортимер кстати с вашингтоном болтает о чем-то это бонапарт и этот испанский паренек ну-ка дайте-ка с ними о чем-нибудь поговорим но только после того как попытаемся вскрыть шкатулку а правый замок я открыть не могу странно я только что же вроде при входе в этот зал открыл точно такую же шкатулочку вроде как у меня все ключи должны были быть но видимо это оказалась иллюзия так нет с мортимером я пока не буду говорить отвлеку этих джентльменов добрый вечер уважаемые все готовы долгожданное собрание скоро начнется именно этого мы все и ждем благо лорд мортимер хочет сначала пообщаться с вами ступайте к нему все непременнейшие господа но я хочу узнать общую обстановку прежде чем соваться в логово ко льву а вы господа о чем беседуете рад вас видеть сын мой лорд мортимер желает с вами поговорить перед началом собрания досадно что ваша мать к нам не присоединится надеюсь мы успеем увидеться до отъезда и так и не передал ей свое письмо вы в порядке луи у вас отсутствующий вид все хорошо не беспокойтесь лорд мортимер хочет с вами поговорить луи не заставлять его ждать да у нас и в мыслях не было заставлять его ждать все я со всеми поговорил уже иду к нему не переживайте сейчас я тут эликсирчики пособираю всякие полезные а эти якорца они что дают показывать слабость и устойчивость ладно я с этими эликсирами конечно запарюсь луи я вас ждал спасибо что присоединились к нам начнем через несколько минут я введу вас в курс дела премного благодарен только чем я могу вам помочь это же моя мать должна быть на собрании а не я изначально так и задумывалось к несчастью мы до сих пор ее не нашли а гости не могут ждать вечно собрание пора начинать и ордену не помешает принять в нем участие поэтому я предлагаю вам на время заменить ее я собираюсь поднять очень важный вопрос французское подразделение ордена тоже должно высказаться если вам нужен будет совет мы обязательно придем на выручку луи хорошо не могли бы вы вкратце рассказать зачем мы здесь конечно луи я как раз собирался я провожу эти встречи чтобы влиятельные люди из разных стран смогли поговорить о будущем о чьем будущем всего мира луи мы стремимся к тому чтобы все страны работали на общее благо и не были подвержены капризам судьбы но как мы знаем из истории это у вас как-то не очень получилось и получалось в принципе ну если провести мысленный эксперимент и представить что такие собрания существовали и существуют в том или ином виде как проходит собрание они всегда проходят одинаково два ведущих выносят на обсуждение определенную тему вы и сэром Грегори я полагаю верно собрание ведем мы каждый из нас приглашает нескольких гостей которые высказывают свое мнение о проблеме после обсуждения участники голосуют и принимают решение единогласное решение если хоть кто-то выступит против предложение будет отклонено при этом ни одного из ведущих нет права голоса решение принимают сами гости луи то есть мы мы с Грегори лишь помогаем наконец если гости одобряют план они возвращаются домой и начинают над ним работать на это могут уйти годы любопытно и хоть раз какой-то вопрос или какое-то решение было отклонено у вас на ваших собраниях и давно вы этим занимаетесь? мы проводим собрание с незапамятных времен луи эта традиция передается из поколения в поколение вы часто устраиваете такие встречи? как правило раз в год но на самом деле все зависит от обстановки в мире не могли бы вы рассказать о каком-нибудь событии которое произошло благодаря вам? французская революция она началась через два года после обсуждения здесь но разговор о французской революции меня не приглашали но что касается американской революции я могу подтвердить что мы готовились к ней целых пять лет я могу подтвердить что мы планировали пять лет предпринимать ее, например ну что ж ладно вроде мы выспросили все что могли луи луи задержитесь на минутку мне понадобится ваша помощь поэтому я хочу посвятить вас в свои планы видите ли это собрание будет посвящено судьбе Луизианы что в северной Америке сейчас она принадлежит Испании но я предложу гостям отдать ее Франции давайте будем косить под дурачка чем же я могу вам помочь? я разрабатывал этот план с вашей матерью нам в голову пришла одна безумная мысль к несчастью Сара пропала до того как мы успели все обсудить Луизиана это лишь первый шаг я хочу расширить территорию Соединенных Штатов в первую очередь Испания должна передать Луизиану Франции затем Франция передаст ее Соединенным Штатам чья территория после этого увеличится в два раза тут мне и нужна ваша помощь Франция должна помочь Соединенным Штатам это две великолепные демократии ну понятно почему Вашингтон тогда так на нас давил и пытался намекнуть всеми силами чтобы мы поддержали это решение но ничего удивительного конечно же он заинтересован в том чтобы Луизиана так или иначе перешла к нему зачем делить план на две части почему нельзя представить его целиком боюсь если испанцы узнают что истинная цель этой задумки увеличить территорию Соединенных Штатов они никогда не согласятся Мануэль Годой наслышат об амбициях мистера Вашингтона если Соединенным Штатам достанется Луизиана Годой потеряет весь североамериканский континент нужно действовать постепенно кардинальные перемены могут его напугать и он неизбежно проголосует против подумайте сами все кроме мистера Вашингтона поддерживают монархию думаете они сразу сдадутся? нет они будут сопротивляться из страха что у них отберут все привилегии а миру нужны люди новых взглядов такие как вы и ваша мать жаль что Сара сейчас не с нами она много не знала о моей задумке надеюсь я могу на вас положиться Луи пора начинать но попрошу вас не раскрывать карты раньше времени садитесь и следите за обсуждением после собрания я хотел бы поговорить с вами и узнать ваше мнение блин чертовски убедительный черт друзья предлагаю начать позвольте поблагодарить вас за то что вы нашли время приехать это честь для нас милорд по традиции мы вновь собрались чтобы обсудить наше будущее несмотря на то что между нашими государствами есть разногласия постарайтесь не делать поспешных выводов Сару де Рише которая пока отсутствует заменит Луи де Рише он будет представлять золотой орден и голосовать от его имени приветствуем вас Луи добро пожаловать месье де Рише надеюсь от него будет больше толку чем от его матери которая даже короля не смогла спасти орден уже доказал свою беспомощность будет вам Мануэль не нагнетайте обстановку орден и не должен был защищать льдовика шестнадцатого насколько я знаю это же был король посланный самим богом естественно его надо было защищать если бы золотой орден и правда обладал хоть каким-то влиянием он бы спас ему жизнь я думаю не стоит отвечать на эти дурацкие выпады благодарю для меня честь оказаться сегодня среди вас я сделаю все чтобы не подвести свой орден давайте начнем лорд Мортимер конечно у меня есть мечта что наши государства будут поддерживать друг друга сейчас и всегда я мечтаю что мы добьемся мира во всем мире неустанно работая во благо человечества я мечтаю что мы вдохновим других и обеспечим процветание североамериканского континента спасибо лорд Мортимер но я не понимаю к чему вы идете скоро поймете мистер Вашингтон нет нужды напоминать вам что восточное побережье Северной Америки сейчас принадлежит Соединенным Штатам а оставшиеся две трети занимает Испания я предлагаю Испании передать Франции центральную часть континента а именно Луизиану Луизиану что она не продается лорд Мортимер я проделал весь этот путь не для того чтобы слушать что Испании надо делать а что нет мы не для того стольким поступились ради этой территории чтобы просто отказаться от нее я понятно выразился что я тебе говорил Уильям сначала призываешь объединиться а теперь хочешь всех рассорить Герцог Мануэль понимаю ваши чувства уверяю вам понравится мое предложение когда вы узнаете больше что аж позвольте усомниться в Ваших словах мой друг впрочем мне не терпится узнать что Испания выиграет от продажи Луизиану я не говорил о продаже друг мой что тогда я ничего не понимаю на континенте осталась не занятой только территория на северо-западе вернее она пока занята прислалутыми индейцами но забудьте об этих дикарях мы скоро избавимся от них Герцог эти так называемые дикари пришли туда задолго до вас это их родина как и Африка для большинства негров месье Дарише но это не мешало вашим соотечественникам убивать их и сгонять словно скот на хлопковой плантации мистер Вашингтона в качестве дешевой рабочей силы так что держите свои норовоучения при себе сеньор послушайте мое мнение на этот счет проблема темнокожих рабов в Соединенных Штатах Америки стоит остро но мы уже работаем над ее решением это явно не мешает вам спокойно спать по ночам ни в коей мере не подумайте я ничего не имею против индейцев и негров дело не в этом просто на войне как на войне так уж устраиваем мир месье Дарише одни люди всегда будут править другими тут ничего не поделаешь а править всегда будут такие как вы верно само собой друзья друзья мы ушли от темы у этих невежественных туземцев нет души Луи мы донесем до них благое слово и спасем их вот увидите колонизация принесет немало пользы прошу прощения ваше высокопросточенство позвольте мне продолжить герцог Мадуи я считаю что Испания должна бесплатно передать Луизиану Франции это безумие лорд Мортимер какой пример вы подаете своему юному протеже вы согласны со мной месье Дарише? вы понимаете за чем все это нужно? блин 6 очков действия сейчас погодите ой блин сейчас стоп дайте-ка воспользуемся вот этим эликсирщик и мы не потратим очков действия на вашем месте сеньор годой я бы подумал дважды прежде чем устраивать скандал прошу прощения у вас не получится долго удерживать колонии таких размеров на них уже поглядывают многие страны а Соединенным Штатам и вовсе не составит труда присвоить их себе у вас там даже армии как таковой нет стремясь не упустить ничего вы рискуете потерять все в том числе колонии в Южной Америке которые вам гораздо важнее вы точно этого не хотите герцог мой если случится война за Луизиану вы проиграете и потеряете больше чем можете представить а вы юноша темная лошадка как я погляжу послушайте Уильям мне не нравится ваша затея я думал мы с вами друзья так и есть мистер Вашингтон поэтому я делаю все возможное чтобы сдержать вашу экспансию если Луизиана перейдет в Францию вы уже не сможете забрать эти земли силой в Луизиане много болот в которых рискует утонуть большая часть американской армии вы ослабните и другие государства тут же разберут на части ваши Соединенные Штаты я защищаю вас от самих себя Джордж доверьтесь мне возможно но с такими друзьями как вы сэр никаких врагов не надо надеюсь вы хорошо все продумали если честно лорд Мортимер врет ли Ватикану понравится что католическую Луизиану хотят отдать в руки революционеру безбожников так у меня какой-то отрицательный эффект появился сейчас и я его сниму может у месье Дорише есть мнение на этот счет ладно давайте воспользуемся вот этим пунктом потратим три очка действия блин ваше высокопресвященство вам нечего бояться уверен Франция приложит все усилия чтобы защитить христиан Луизианы мой юный друг как вы можете такое заявлять после того что я рассказывал вам в первый же вечер если бы Франция оценила верующих они бы не шли сейчас на плаху один за другим вы слишком наивны это политика Ватикан обеспокоится если такая крупная территория перейдет в руки французов блин опять на мне отрицательный эффект а этот товарищ из Ватикана не так прост его не удалось развести как бы то ни было милорд английская корона будет против а мне вот интересно сам лорд Мортимер кого представляет в данной ситуации вообще он гражданин какой страны герцогиня уверен нам удастся найти компромисс или он гражданин своего собственного острова времена непростые судьба Луизиана никого не волнует эти никчемные топи никому кроме тебя не нужны говорите за себя друг мой вас не спрашивали любимчик королевы умерьте пыл и не перебивайте сэр Грегори Холм Годой? теперь фон Вельнер оппоненты Мортимер готовы вцепиться друг другу в глотки а он с упоением за ними наблюдает да как вы смеете господа давайте успокоимся смотри Уильям видишь до чего твои затеи опять довели ужас все с меня довольна продолжим обсуждение завтра только имей в виду что твой план в любом случае провалится прошу тех кто против следовать за мной вы с нами месье Дереши? нет Грегори блин ребята это на время выбор или не на время слушайте очень сложно это прям радикальная развилка которая повлияет на все прохождение блин игра что ты со мной делаешь что ты со мной делаешь игра прям ох и ведь ни тот ни другой выбор не хорош ну в общем то как в любой политике всегда надо пытаться выбирать из двух зол меньше ну какие у нас есть соображения на этот счет поддержать Мортимера просил Вашингтон интерес Вашингтона понятен он хочет объединить всю Америку и владеть ей все единолично целиком логично понятно какие интересы Мортимер преследует я не очень понимаю и все равно у меня остается подозрение что он имеет причастность некую к исчезновению нашей матери кстати знаете что еще меня смущает а если Мортимер такой хитрый и умный возможно он спровоцировал те события которые заставили нашу матушку исчезнуть специально для того чтобы наш герой Луи принял участие в этом заседании и встал на его сторону ммм вот такой вот вариант или мы можем уйти вместе с оппонентами Мортимера которые за то чтобы продолжить это заседание завтра и что вся эта затея ничем хорошим не кончится конечно ссориться со всеми этими людьми с госпожой Хилсбору с нашим представителем Ватикана испанцем и вот этим чуваком и мистером Холмом самим мне фон как его фон вот этот который за Холмом стоит фон Вельбнер блин невыговариваемые имена эти иностранные а на стороне Мортимера тогда кто остается Вашингтон да Вашингтон а кстати вот этот вот в треуголке то сварливый чувак который предостерегал нас он то где он то на чьей стороне непонятно но есть еще одно соображение ребят помните наш герой сделал наблюдение что лорд Мортимер с упоением наблюдает на то как значит эти противоборствующие стороны вцепились друг в другу в глотки и встать на их сторону в такой ситуации будет означать что мы как бы примем участие в игре хотя блин если мы встанем на сторону Мортимера то мы тоже примем участие в игре ладно фикс не давайте встанем на сторону Мортимера я прям просто муки выбора ребят напишите в комментах что бы вы выбрали наверное я совершаю ошибку я пожалуй останусь с лордом Мортимер сэр Грэггери вы совершаете чудовищную ошибку Луи время покажет Друзья спасибо что остались со мной бог мой Уильям почему я вдруг узнаю что в Луизиане собираются войска французские соседи мне не нужны и вы это прекрасно знаете успокойтесь Джордж фуи посвятите мистера Вашингтона в наш план видите ли мистер Вашингтон лот Мортимер ожидает что Франция сразу же передаст Луизиану вам что нам Соединенным Штатам вы не ослышались но я а только представьте Соединенные Штаты станут вдвое больше и каким же чудом вы вам нужно расти Джордж Соединенные Штаты и Франция две крупнейшие демократии вы непременно должны стать сверхдержавными вы будете помогать демократиям по всему миру разумеется месье Перу поэтому я не хочу чтобы Испания обжилась на тех болотах пожалуйста Луи продолжайте растолкуйте мой план президенту так что я могу использовать я могу использовать свои навыки не тратя очков действия пожалуй воспользуюсь этим мистер Вашингтон лорд Мортимер желает чтобы вы заняли всю Северную Америку он рассчитывает что вы не остановитесь на Луизиане а отвоюете еще и запад именно так нечестно было бы скрывать от вас мою конечную цель почему вы не рассказали раньше ага это тоже не потратит очков действия прекрасно мы создали иллюзию будто лорд Мортимер остался без поддержки вы все верно поняли Луи лорд Мортимер сохраняет преимущество действия незаметно именно поэтому он оставил вас в неведении вы не изменились Уильям всегда на шаг впереди на шаг смеетесь скорее уже на пять что ж друзья пора расходиться Джордж продолжайте возмущаться всем что я буду говорить завтра на собрании у вас хорошо получается и если у Сэра Грегори хватит наглости отправить посланника чтобы настроить вас против меня сделайте одолжение потяните с ответом пока они не знают о нашем союзе у нас развязаны руки так и поступлю а сейчас давайте отдохнем завтра важный день спокойной ночи джентльмены спокойной ночи ох мне бы тоже отправиться на покой отдохнуть немножко я хотел бы попросить вас об одолжении мне понадобится одна услуга готов помочь что от меня требуется у нас много противников решающих голосование все ближе нам необходимо время потому я прошу вас мне помочь чем именно? пожалуйста идите к сеньору Гадо и убедите его примкнуть к нам Грегори на него рассчитывает завербуйте его остальные дочи строим часы к нам и Грегори останется только признать поражение лорд Мортимор вам не кажется что я последний с кем годой захочет разговаривать? уверен у вас все получится лорд Мортимор, расскажите мне все скажем так я не расстроюсь если благородный но импульсивный герцог Мануэль сочтет вас врагом если он объявит Франции войну нам это будет только на руку войну о чем вы? я же рассказывал перед собранием если отвлечем Испанию от Америки она забудет о Луизиане и все же мы говорим о войне в Европе не волнуйтесь об этом позаботится месье Бонапарт я уверен вместе мы сможем управлять ситуацией к тому же сеньор Гадой плохой стратег он не станет ввязываться в затяжную войну которую сложно вести начну сейчас же спасибо мальчик мой и отдохните потом завтра важный день все непременно а Наполеон там стоял за колонной и подслушал все о чем мы тут говорили да ребят однако интриги становятся все изощреннее и изощреннее мне уже прям не по себе и честно признаюсь мне пока не очень нравится мой выбор мне не очень нравится быть на побегушках у господина Мортимера и выполнять все его требования и приказы тут никаких больше флакончиков нигде не осталось мне бы метку чуть-чуть надо сходить на пасеку затарить пару ведерок а то мед это волшебное средство которое ускоряет работу мозга в этой игре но так или иначе ребят выбор сделан поэтому уже давайте не будем мучиться и сокрушаться на эту тему будет повод потом еще перепройти игру или эпизод этот хотя я обратил внимание что игра когда мы продолжаем следующий эпизод она выбирает наши действия и выборы которые мы совершили в самый первый раз то есть если я перезапущу этот эпизод сейчас заново и перепройду с какими-то другими вариантами то в следующем все равно будут выбраны те которые я сделал в самый первый раз надеюсь вы поняли мою мысль я возможно уже не очень ясно выражаюсь так что это такое табличка с именем переупал и дверь приоткрыта так я не уверен что мне стоит туда заглядывать я уже оказывался первым перед многими трупами в этой игре я главное боюсь что мы узор из четырех кругов открыть ключом взломать ничего не могу сделать я боюсь просто как бы мы не это самое не протормозили и не забыли убедить этого чувака моя милая я не могу успокоиться что тут с субтитрами с переводом как-то не лады мне пару раз пришлось даже во время чтения субтитров исправлять меня на я всякие такие штуки и хочу поделиться с тобой своими мыслями сложно выразить как я скучаю по тебе и как сильно жалею что уехал я знаю ты будешь добрый и храбрый пока тебя оберегает сестра Мари Эллен мне никогда уже не исправить своих ошибок но я во что бы то ни стал уберегу тебя от их последствий я всегда буду любить тебя не сомневайся в этом что бы ни случилось знай все обязательно будет хорошо я буду защищать тебя чего бы мне это не стоило мы преодолеем все испытания я горжусь тобой твой любящий отец так я надеюсь он там не повесился в гостиной еще какого-нибудь такого трешака не случилось это же не моя мамаша так постаралась блин что тут такой бардак очень странно все это очень странно так больше как будто ничего очень похоже на потайную дверь но нет это всего лишь книжка список людей за которыми в париже установлена слежка тут даже очень известные персоны это ценная информация такими доски не разбрасываются а как же оно оказалось на этой книжной полке по идее оно должно было бы быть тогда в каких-нибудь его личных вещах и что тут случилось я никак не могу понять больше вроде никаких следов ну и трупа к счастью тоже нет конечно внушает некоторую надежду но это странно так где комната этого году я проклятого то это 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 Эмили это а это Мануэль Гадуэй Месье де Рише вы случайно не встречали герцога Мануэля? я собирался задать вам тот же вопрос я хотел с ним поговорить, но мне никто не открыл вряд ли он в комнате чтобы пройти придется избавиться от фон Вёльнера так ё-моё сколько же очков действия-то тратится на это так ща у меня же есть волшебный эликсирчик да их аж 4 штуки которые которые не отнимет очков действия герцог просил меня кое-что забрать ну так себе штука я бы обоскал весь особняк, но так и не нашёл его в одном я уверен, Месье де Рише ни в комнате, ни на этаже, Гадуэй нет я его весь исходил предлагаю объединить усилия первый, кто найдёт герцога, попросит его разыскать второго идёт? отлично, так и поступим я загляну в библиотеку если встретите герцога раньше меня, передайте, что я хотел поговорить да так и сделаем спасибо, Месье де Рише тупой, разводил его достаточно так влево посмотрели, вправо посмотрели за углом никто не подстерегает забрали коллекционную монетку да, вот так занятие шарится по богатому особняку, чтобы собирать мелочь, разбросанную по углам да, ты чё, ты прям вот просто так входишь и вламываешься в его комнату да, без приглашения и она не заперта? да тут никто не запирает свои комнаты, что ли? интересное кино Мария Луиза Мария Луиза как иронично, что в вашей комнате висит портрет испанской королевы, герцог мне кажется, за картиной что-то есть это письмо посмотрим, что в нем послание на испанском, благоухающее духами любите вы играть с огнем, Гадой эх, перевести послание я не могу очень жаль и знания испанского у нас нет вот видите, почему все политики большие обычно знают по несколько иностранных языков вот именно поэтому чтобы читать чужие письма герцог нашим разведчикам удалось кое-что выяснить мистер Хей действительно намеревается заключить соглашение с Великобританией похоже, они хотят подорвать экономику Франции и Испании перекрыв морские торговые пути наша казна и так терпит убытки из-за запрета на авоз продуктов из Франции а теперь пострадают и наши колонии уверен, вам удастся решить этот вопрос мирным путем ожидаю дальнейших указаний тэнкс на стали больше ничего нет похоже, чисто ооо, медок круто медок ван лав мануэль годой его собственная физиономия скромнее он от этого точно не станет так на балкон пока не иду ребят Дон Кихот говорить не думая, все равно что стрелять не целес хм чертовски верное высказывание Прометей наказанный за то, что украл у богов огонь и передал его людям Тух doesn't тан 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 Тупо так просто немножко бродить, когда не знаешь что ты ищешь толком испанский король Карл Четвертый Гадой должен помнить, кому он всем обязан. А, Гадой это этот. Мерзкий испанец, что ли, самый нервный, да? Да, но убедить его встать на нашу сторону, это какая-то задача, конечно. Мне кажется, маловыполнимая. Какие-то бесполезные все предметы, я брожу, собираю. Жаль, я не могу прочитать письмо. Вот это вот прям расстраивает. Вот что меня больше всего, конечно, сподвигает на мысль о том, что игру нужно перепройти, так это вот эта вот система навыков. Потому что мне интересно, как все-таки правильно нужно прокачивать навыки, чтобы уметь нормально переводить все письма, вскрывать там все шкатулки, загадки, раскалывать как орешки. Пока у меня как-то этого не получается. Ну что, на балкон? На балкон. А балкон тут общий, кстати, наверняка. До моей комнаты здесь можно дойти. При желании. Как там ночной видок? Так же хорош, как и дневной. Ну, вода, вижу, есть. Даже вроде как луна в ней отражается уже неплохо. Ну вот, письмо я нашел. Перевести я его не могу, поэтому толку от него, в общем-то, никакое. Мы знаем только то, что оно у него есть. И все. Содержание его нам неизвестно, но это логично, что у посланца Испании есть письмо от испанской королевы. Согласитесь. Ничего такого криминального я в этом не вижу. Все-таки где сам-то Гадой, а? Где он может скрываться? Может быть он спирю поцапался, походу, где он? О, еще медок. Ура. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Или, возможно, он в одной из комнат вместе с остальными, кто ушел от лорда Мортимера, строит коварный план того, как ему помешать. Как вам такой вариант? Я что-то уже устал наматывать круги. Спуститься вниз я могу? Могу, да. Слушайте, я могу ходить по всему дому. В предыдущих эпизодах прям настолько большой свободы, по-моему, не было. Мы, по сути, ну, ходили, по-моему, максимум по одному этажу. Да и то обычно нас ограничивали одной-двумя комнатами. в общем и целом. Слушайте, нет, ну, пустой дом. Возможно, конечно, они действительно в чьей-то комнате сидят, тусят. Непонятно. Непонятно, непонятно. Где они все могут быть? В библиотеке, говорите? Да, тут она, конечно, такого масштаба, что потеряться в ней не мудрено, но так, на первый взгляд, здесь ни одной живой души. Да, я уже и забыл, насколько это огромный дом. Да, пожалуй, это нововведение третьего эпизода, что я могу вот настолько свободно ходить, бродить по всем локациям, пусть даже и по пустым. Полюбуемся видом отсюда. С этого места можно было бы лично сбрасывать своих врагов вниз на скалы. Своих оппонентов, противников. Но это уже про другое произведение, это скорее про Игру Престолов. А во, за роялем-то кто сидит? Это Шон, да? Да, да, это он сидит, смотрите, музицирует. Я-то думаю, откуда клавесин... За роялем клавесинная музыка откуда раздается? Ну что, ребят, готовы мы к этому разговору, как вы думаете? Ну попробуем. Герцог Монель? Так-так! Месье Дорише! Не ожидал вас увидеть. Предупреждаю, месье, я не в настроении. Мне кажется, вас что-то гнетет, и я заметил, что вы с самого первого дня здесь словно не в своей тарелке. Похоже, месье Пирю злит вас, как никто другой. Это еще мягко сказано. Но меня предупреждали. Я знал, чего ожидать. Господи, зачем вы казнили собственного короля? Французы совсем одичали. Во всех европейских странах господствует монархия. Они же теперь все раздавят. Посмотрим. Может, все будет ровно наоборот? Держите вам не занимать, юноша! Просто объясните мне, месье, почему вы поддержали Мортимера? Он же остался один. Соединенные Штаты ничем не помогут Франции, а ее окружают десяток стран, которым только дай повод начать войну. Так, сейчас я, секундочку, ребят, я не хочу тратить лишние очки действия. Ой, погодите, я показываю слабость и устойчивость. Блин, не то зелье применил. Дело в Золотом Ордене, друг мой. Орден вездесущий, он зародился во Франции, потом появился в Соединенных Штатах, Англии и других странах. Мы ставим цели и успешно их добиваемся. Вот увидите, если что-то случится, Англия откажется вам помогать. Орден Международная Орден Международная Орден Международная Орден Международная Орден Международная Мы не ввязываемся в государственные дела. Иначе, зачем было Мортимеру идти на риск, приглашая сюда мою мать? Если вы правы, тогда сэр Грегор глубоко заблуждается. Скажите, вы правда считаете, что Испании выгодно передавать Луизиану? Так. Давайте-ка не будем тратить очков действия, воспользуемся вот этим навыком. Самый главный вопрос, для чего вам нужна Луизиана? Все сходятся во мнении, что она тянет вас на дно, а день за днем Испансы гибнут, удали от своей Родины. Не спорю, Луизиана, то еще болото. Тут вы правы. Скажите, вот что. Какая мне выгода от этой сделки? Так. Ух, е-мое. Так. Мне нравится вот этот вариант, но он какой-то более дорогой. Сейчас, секунду. Еще раз воспользуемся вот этим эликсиром, но два у меня останется нормально. Уверен, Лорд Мортимер будет вам признателен. Он ведь всегда помогает своим союзникам. И вы прекрасно знаете, что он может себе это позволить. Что правда, то правда. Ну все, сдавайся, дубина, у тебя нет выхода. Месье, я удивлен, даже не думал, что вам удастся меня переубедить. Вижу, с вами надо быть начеку. Как бы то ни было, если Лорд Мортимер меня поддержит, тогда можете рассчитывать на мой голос. Однако, попрошу не рассказывать о нашей договоренности моим бывшим союзникам, иначе они попросту потеряют силу. Она. Разумеется, герцог во мне, не сомневайтесь. Лорд Мортимер будет рад таким новостям. Надеюсь, вы понимаете, на что идете, Луи. Желаю вам удачи. Спокойной ночи, герцог, до завтра. Ну, сделано. Осталось только дождаться завтрашнего собрания. Мори. Прекрасно, друзья, я начал постепенно справляться с механикой этой игры к третьему эпизоду. Я в ней примерно разобрался вот со всеми этими очками действия, противостояниями, выбором правильных ответов. И что, я думаю, что дальше я так же успешно буду это делать. Ну, конечно, да, быть пешкой Мортимера что-то какая-то не самая завидная участь, так скажу. Мне это не шибко нравится. Что, больше тут нигде, эликсирчиков никаких не припрятаны, я и так потратил кучу на то, чтобы видеть этого чувака. Ага, кармелическая вода, это то, что надо, очень ценная штуковина. Я вот еще не очень научился пользоваться этим эликсиром, который показывает слабость противника, не очень понимаю, что он дает. Ладно, так на вид вроде в этой комнатке все. Друзья, ну, раз мы смогли убедить самого злого, самого нервного и самого темпераментного испанца во всем этом собрании, то я думаю, на сегодня мы сделали даже больше, чем нужно. И так же, как наш герой, я сейчас очень хочу отправиться спать, поэтому я, друзья, прощаюсь с вами до следующего раза, до следующего видео. Если вам нравится мое прохождение, то, как обычно, прошу поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, обязательно пишите, оставляйте комментарии и до скорых встреч. пока. Субтитры сделал DimaTorzok